Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня. Вначале о главных событиях. За мужество и стойкость, проявленные в ходе СВО. Президент наградил Георгия Маргиева медалью защитнику Отечества. На сегодняшней сессии парламента депутатский корпус внес изменения в ряд законопроектов. Расскажем о повестке дня. В Лицее искусств прошел вечер памяти известного поэта Расула Гамзатова. Мероприятие оставило яркие, незабываемые впечатления. Председатель комитета геологии, экологии и природопользования Южной Осетии Балабистаута освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ сегодня подписал президент Алан Гаглоев, сообщает пресс-служба главы государства. Еще одним указом глава государства возложил временное исполнение обязанностей руководителя комитета на заместителя председателя комитета геологии, экологии и природопользования Республики Кеннеди Качмазова. Президент Алан Гаглоев принял начальника медико-санитарной части МВД Республики Южная Осетия подполковника милиции Георгия Маргиева, который приехал в Южную Осетию в краткосрочный отпуск из зоны проведения СВО. Глава государства выразил слова благодарности Георгию Маргиеву за помощь, которую он оказывает бойцам на поле боя. За мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе специальной военной операции, президент наградил Маргиева Георгия медалью «Защитнику Отечества». Российская дипломатия под руководством Сергея Лаврова с успехом противостоит дипломатическим и информационным атакам, продвигает позиции своей страны. Об этом говорится в поздравлении президента Алана Гаглоева в адрес главы МИД России, который сегодня отмечает день рождения. Гаглоев отметил, что на протяжении многих лет Лавров последовательно отстаивает интересы России. Уверен, что ваша энергия и талант дипломата еще многие годы будут служить российскому государству. Народ Южной Осетии глубоко вам признателен за поддержку, за ваш личный вклад в установление и развитие отношений между нашими странами, отметил Алана Гаглоев. Глава государства пожелал Сергею Лаврову крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, позитивного настроя и новых убедительных успехов в государственной деятельности на благо России. На сегодняшней сессии парламента депутатский корпус одобрил внесение изменений в закон о выборах депутатов парламента и закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южной Осетия. Какие еще вопросы рассмотрены парламентариями в репортаже Зарины Кочиевой. Парламент одобрил изменения в выборное законодательство Южной Осетии. По мнению парламентариев, данный проект закона послужит снятию противоречий, существующих в законодательстве. Изменения касаются исключительно формы заполнения декларации расходов. Внеси в Конституционный закон Республики Южной Осетия от 30 марта 2018 года под номер 141 выбора депутатов парламента Республики Южной Осетия в следующие изменения. Первая часть 8 статьи 34 изложить в следующей редакции. Сведения, указанные в пунктах 2-4 части 7 на следующей статье, представляются по форме, утвержденной указом президента Республики Южной Осетия от 01.11.2021 года. Поправки внесены в Конституционный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южной Осетия. И проект Конституционного закона. Внеси в абзац 2-3 части 2 статьи 27 Конституционного закона Республики Южной Осетия от 29 декабря 2018 года под номером 51 об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южной Осетия. Изменения, изложив в следующей редакции. Сведения, указанные в пункте 1-3 настоящей части, представляются по форме, утвержденной указом президента Республики Южной Осетия от 01.11.2021 года под номером 300. Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Статя 2. Настоящий Конституционный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Парламент одобрил изменения в бюджет Республики. Вопрос на сессию вынесла руководитель профильного комитета Елена Джиоева. Проект закона разработан в связи с необходимостью исполнения отдельных пунктов решения сопредседателя Межправительственной комиссии 21 февраля 2024 года. Финансовая помощь Республики на социально-экономическое развитие, за исключением мероприятий инвестиционного характера, составит 6 миллиардов 7 миллионов 779 тысяч рублей. Финансовая помощь Республики в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы составит 1 миллиард 43 миллиона 500 тысяч рублей. И общая сумма увеличения доходов составит 35 миллионов 532 тысяч рублей. В целях обеспечения надлежащего исполнения налоговыми агентами обязанностей, возложенных на них действующим законодательством, внесены изменения и в Налоговый кодекс Республики. Это связано в частности с тем, что налогоплательщики, которые работают более чем на одной должности, они имеют право на налоговые вычеты только по одному месту работы. Для того, чтобы исключить вот такое двойное, скажем так, налоговые вычеты, это по проблемам, даже в совершенстве у налоговых агентств. Залиня Кочиева, Сармат Гузитаев, информационный выпуск сегодня. На очередном заседании дискуссионно-аналитического клуба по языковой политике Института языкознания РАН выступила профессор Зоя Абитарта. Доклад кандидата филологических наук был посвящен теме сохранения и развития остинского языка проблемам, программам и достижениям. МСКУnyш... Субтитры создавал DimaTorzok В докладе анализируется функционирование остинского литературного языка в сфере образования Республики Южной Осетии, а также проводятся параллели социолингвистической ситуации в Республике Северной Осетии Алания. В результате, мы с вами с вами говорили о проблемах, которые у нас были сомнены, а мы сомнены. Зоя Битарты рассказала о Мирах государственной поддержке. В частности, о работе в дошкольных образовательных учреждениях. Также кратко были освещены некоторые ключевые моменты социолингвистической истории осинского языка, начиная с 1920 года. Мирах государственной поддержки. Мирах государственной поддержки. Особо юго-сетинские делегаты отметили важность проведения подобных масштабных мероприятий. Принимая активное участие в разнообразной насыщенной программе фестиваля, ребята проявили себя исключительно с положительной стороны. Репортаж Алены Уттаевой. Участники подробно рассказали об итогах поездки юго-осетинской делегации на Всемирный молодежный фестиваль, который проходил на территории центра «Сириус». Делегаты отметили насыщенную спортивную, культурную и научную программы. Наши ребята показали блестящие результаты в спортивных состязаниях. Не менее ярко осетинская молодежь показала себя в культурной части. Мы там показали себя на высшем уровне. Там также участвовали 150 стран, это Судресни. Большей частью были это россияне, российские танцоры, певцы и так далее. Но только мы выступали как национальные и традиционные танцы. Наша делегация показала себя в лучшем виде. И как же можно сказать, что при нашем выступлении на территории, можно сказать, зрителей, там находилось 10 тысяч человек, которые после этого пошли на шествие. У нас выступало, от нашего ассамбля выступало 4 человека, и мы показали им блестящий танец. Касаемо турнира Всемирного фестиваля молодежи, играло около 60 человек, и мне удалось войти в число победителей этого турнира. И для меня это была гордость, что Южная Осетия и наш флаг там разобрался, что мы стали победителями Всемирного фестиваля. Также благодаря Министерству иностранных дел нашей республики, сотрудники которой присутствовали, был еще организован сеанс одновременной игры с Сергеем Корякиным. И там тоже больше всего, понятно, что он чемпион мира, он выиграл практически всех своих оппонентов, но больше всего именно спортсмены Южной Осетии оказали ему сопротивление. В детской программе участвовали 18 наших ребят, которые победили в викторине «Что, где, когда». Линда Букулова рассказала о своем проекте, который касался научно-технологического творчества, разработка атомного ледокола. И нас поделили, нашу команду поделили, 8 человек на группе, механики, электрики, те, кто занимались общим устройством. И каждая группа выполняла свою задачу. Механики изобразили то расположение устройств, которые нужны для атомного ледокола. Электрики изобразили электросистему для работы всех этих устройств. В это же время те, которые занимались общим устройством, занимались вопросом о расположении людей на этом атомном ледоколе. Модель атомного ледокола, которую мы разрабатывали, отличалась от обычного тем, что сзади она расширялась. И за счет этого легче могла преодолеть бензины, которые препятствовали движению. Все участники отметили важность проведения подобных мероприятий. Подобные события играют ключевую роль в формировании активной и мыслящей молодежи, способной к созданию устойчивого мира и сотрудничеству между народами. Было отмечено, что в планах проведения различных форумов и на территории Республики Южная Осетия. В рамках программы Всемирного фестиваля молодежи часть участников, в том числе и из Южной Осетии, смогли принять участие в региональной программе. Участники фестиваля смогли посетить крупнейшие города России и получить незабываемые впечатления и новые знания о большой и дружной стране. Алена Утаева, Альдина Чихоева, Фатима Кумаритова, информационный выпуск сегодня. Сотрудники чрезвычайного ведомства проводят тематические занятия в образовательных учреждениях Республики. Школьникам разъясняются правила безопасности, как вести себя при обнаружении опасных находок. Главное правило – не предпринимать самостоятельных мер при обнаружении подозрительных предметов и незамедлительно сообщить в МЧС или правоохранительные органы. Подробности у Анжелы Кукоевой. Сотрудники отдела гражданской защиты чрезвычайного ведомства проводят тематические занятия в школах Республики, чтобы защитить детей от негативных последствий при обнаружении опасных находок. Это могут быть неразорвавшиеся боеприпасы. Специалисты проинструктировали учащихся по правилам безопасности. Занятия прошли и в Квасинской средней школе. Занятия прошли и в Квасинской средней школе. Одно из главных предупреждений – ни в коем случае не принимать самостоятельных мер при обнаружении подозрительных предметов. В первую очередь необходимо немедленно сообщить в МЧС и правоохранительные органы. Ребята старались запомнить полезную и чрезвычайно важную информацию. Подобные профильные дидактические занятия специалисты отдела гражданской защиты вместе с саперами провели практически во всех школах районов Республики. На новой неделе заключительные уроки пройдут в школах Дзаусского района. Анжела Кукоева, Александр Рикаев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск «Сегодня». В Государственном лице искусств имени Аксо Кольева прошел вечер памяти народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Мероприятие посетили представители руководства Республики во главе с президентом Аланом Гоглоевым. Перед началом творческого вечера президента ознакомили с экспозицией картин учащихся образовательного учреждения. Далее последовала музыкальная программа, декламация стихотворений известного поэта и национальные танцы. Впечатлениями делится Анна Гаева. Государственный лице искусства отметил масштабными культурными мероприятиями год Расула Гамзатова. В честь столетия поэта 2023 год был объявлен годом Гамзатова. Лицей присоединился к Всероссийской культурной эстафете и приурочил к этому событию открытие тематической выставки и проведении творческого вечера. Восхитительное зрелище распахнулось перед глазами гостей, как только они переступали порог лицейского холла. Навстречу им тянулась впечатляющая выставка, посвященная великому Расулу Гамзатову. Каждое полотно было выдержано в атмосфере, которая олицетворяла талантливого поэта. Мероприятие посетили глава государства Аланга Гоев и представители руководства республики. Проводить время в таком эстетически и культурно насыщенном пространстве невероятно вдохновляюще, отмечали многие. Дети приняли участие с пятого класса по восьмой класс. До того, как начать работать над картинами, дети ознакомились с поэзией Расула Гамзатова. Выставка у нас получилась очень яркая, впечатляющая и о многом говорит. Постановки, созданные лицеистами, переносили гостей в быт и жизнь Расула Гамзатова. От первых дней гения до самого последнего вздоха учащимся удалось окунуть присутствующих в зажигательную, но одновременно грустную и нравственную жизнь Дагестана. Далее гости прошли в актовый зал, где лицеисты представили музыкальную часть программы. Завораживающая игра на музыкальных инструментах. Энергичный аварский. Переливающиеся голоса хора. Мне кажется порою, что солдаты С кровавых не пришедшие болей И в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей Музыкальные номера перекликались со стихами Их повествование переносило гостей в суровые горы Кавказа, где буйствовало множество историй о доблести, любви и сопереживании, тканных самим поэтам Не счастливей нас, чья мать жива Именем моих погибших братьев Вдумайтесь, молю в мои слова Как бы не манил вас бег событий Как не влёг бы в свой водоворот Пуще глаза маму берегите От обид, от тяготы забот К собравшимся обратилась директор лицея искусств Римма Плеева Она поблагодарила собравшихся за уделённое время Спасибо вам огромное за вас, живущих на этой земле Осетии Потому что наша земля, она богатая Наша земля, она сплошь усеяна талантами Мы любим вас всех Президент Алан Гаглоев также поблагодарил участников и организаторов мероприятия Он отметил, что подобные события оказывают глубокое положительное влияние на формирование мировоззрения молодого поколения И являются мощным механизмом для укрепления связей и развития дружественных отношений между республиками Наверное, Расул Гамзатов пример каждому Кавказцу Те ценности, которые были расставлены абсолютно правильно Как надо любить родину Как надо любить мать Как надо любить семью, детей, друзей Наверное, это очень дорогого стоит Сегодня все пытаются переписать В том числе и историю, и те ценности, которые нам оставили наши старшие Благодаря таким мероприятиям мы говорим, что о переписи нет И все крепче усиляем и показываем пример младшему поколению Как надо оценить наших старших, как надо оценить ту историю, которая у нас есть Коли мы не знаем, что с ними было картос? Как надо ни обетое депутат. Мы не знаем, что там нет Немного и другие И мы знаем, что я не знал, что делать Как надо его расставить В этом accounts я не скрыт Мы в этом случае останутся, когда это было Казание, как и наступ meter В этом случае мы едем И я не Station в нем Спасибо за просмотр! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.